Добрый день! Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы! Сегодня наша тема, большей частью, касается и относится именно к цветоводам. И хотелось бы поговорить о розах. Розах не просто обо всех, а о розах фирмы «Миян». Дорогие мои, эти розы имеют очень большую историю, но, как правило, большинство из них, потому что есть ещё и новые сорта. Именно об этих тонкостях мы сегодня с вами пообщаемся с известнейшим, с самым опытным, пожалуй, садоводом... Розоводом, конечно, с Мариной Егорной Марченко. Марина Егорна, пожалуйста, расскажите, чем всё-таки хороши и чем отличаются розы фирмы «Миян» от других? И что на вашем участке вы можете показать из своей коллекции? Фирма «Миян» — это очень старая фирма семейная, которая была образована в 1876 году. Существует она до сих пор. Существует она во Франции, но не на юге, а на севере Франции. Что для нас предпочтительнее, потому что хотя бы по климатическим условиям подходит к нам. Потому что роза — это растение шестой зоны, а мы с вами живём в четвёртой. Фирма «Миян» пришла одной из первых на наш российский рынок. Потому что, Николай Петрович, мы с вами хорошо помним о том, что мы вообще даже понятия не имели. Розы мы доставали, в лучшем случае привозили из Латвии, из Эстонии. «Миян» пришёл один из первых на рынок. За время 20-летнего, даже почти 30-летнего пребывания на рынке, конечно, они очень сделали большой шаг вперёд. Но не потому что они стараются для наших с вами российских розоводов. А просто вот фирма «Миян» сама занимается активной селекцией, как и все остальные другие питомники известные. Но у них очень много больших как бы удач. При этом существуют старые проверенные сорта, которые прекрасно себя зарекомендовали, но при определённом, конечно, всё равно уходе. Потому что нет в наших условиях неукрыванных роз. Но не бывает этого. Это сказки. Ну да, от фирмы не зависит совсем. Это не зависит абсолютно. У фирмы «Миян» большая линейка всех видов роз. И чайно-гибридных, и флорибунт, и миниатюрных, и всяких разных. Плетистые тоже есть, да? Плетистые. Сортов огромное количество. И каждый год они дают на рынок новое поступление. То есть новый сорт, он зарегистрирован. Потому что от начала, так сказать, выхода сорта до его выхода уже проходит порядка десяти лет. То есть это очень долгосрочный такой период. Я вам хочу рассказать о части роз, который мы с вами видим. К сожалению, вот сейчас такой период, что отсвели и готовятся ко второму цветению. Я хочу рассказать немножко о чайно-гибридных розах фирмы «Миян». С учетом того, что чайно-гибридные розы у нас как бы считаются более капризными, более требующими к себе внимания. Но я хочу рассказать все-таки о нескольких сортах мияновских роз, которые зарекомендовали себя потрясающе совершенно. И ведут себя очень хорошо. И очень красивые, очень декоративные. Ну и вообще их очень люблю. Вот единственное, которое у нас с вами осталось в цветении, это сорт называется «Блаш». Вот. Это сорт «Миян». Он не пахнет. Вот. Роза бикалорная. Что такое бикалор? Бикалор – это когда в розе присутствуют два цвета. В данном случае вы видите, что здесь у нас такой насыщенно-алый цвет с белой подложкой. Роза имеет порядка шестидесяти лепестков. То есть это очень получается набитая, плотная такой цветок. Вы видите, что прекрасно она держит себя, в данном случае свой, так сказать, цветок. Она не падает, не разваливается. Вот. Хорошая очень как бы роза. Пятнистости, которая нас всех как бы интересует. Понимаете, вот есть сорта, которые изначально уже подвержены. Не потому, что оно вот так заболело, но потому, что у него есть такая предрасположенность. Нахлонность такая, да? Да, да. Она уже заложена в сорте. Такие сорта существуют. Значит, вот блажь к ним не относится. Нет. Блажь как бы может заболеть, как и все. Но при определенной, если вот видно, да, вот видите, на лепестках у меня белый такой, как бы белые пятнышки на лед. Это не болезнь. Это они обработанные. Обрабатываю я их все профилактически. Потому, что когда уже роза заболела, это очень большая ошибка у многих розоводов, когда говорят, я сейчас обрызгаю, и почему она не становится, опять листики не становятся зелеными и здоровыми. Не станут они зелеными и здоровыми. Все. Роза выздоравливает по-другому. Значит, старые больные листья обрываются, и на месте их тогда начинают расти новые листья. Вот для того, чтобы этого не случалось, профилактика, она всегда самая лучшая. А обрыв листьев не стимулирует просыпание почек и появление новых побегов? Николай Петрович, обрыв листьев стимулирует возникновение новых листьев. Понимаете? Новые листья. Хотела бы остановиться, но, к сожалению, вот видите, не дождались мы того момента, вот упал цветок, но просто хотя бы вот покажу. Это сорт, который называется Пульман Ориент Экспресс. По, так сказать, в переводе на наш с вами русский язык, это Восточный Экспресс. Потрясающая чайно-гибридная роза. Это дочь, Глория Дэй. Это самый известный сорт Мияна, Глория Дэй. Это роза мира, которая занесена в зал славы роз, которая до сих пор у нас считается во всем мире, она считается самой признанной и самой красивой розой. Роза мира с очень интересной историей. Это просто детективная история. Окраска цветков, по-моему, такая желтоватая, белая, крымоватая. Ее называют чайная роза. Типично чайная роза. И очень больших размеров. Большой, крупный цветок. А это ее дочь, которая была скрещена тоже сортом Ингрид Бергман. Это тоже сорт, созданный Мияном. Тоже очень старый как бы сорт. И получилась роза, которая взяла самые лучшие свои качества по здоровью от двух, так сказать, прародителей и потрясающей красоты цветок. Потому что она тоже бикалорная, она немножко вот чем-то похожа на блажь, но у нее другой разрез как бы листьев. Прекрасно держит цветок. Не болявая. Вот не болеет чайно-гибридная роза. Очень ее люблю. Вот ждала-ждала, что вы приедете, увидите. Но, к сожалению, не сложилось. Еще один сорт чайно-гибридной розы Мияна, который, я считаю, нужно иметь в саду тем людям, которые любят чайно-гибридные розы и при этом хотят, чтобы они приносили меньше как бы проблем в своем уходе в своей жизни. Это сорт, который называется Христофор Колумб. Крупнейший цветок, диаметр 16. Представляете, вот такая вот огромная шаппа. Он уже тоже отцвел, да? Отцвел, вот сейчас набирает второе цветение. Похож цветок на вот этот сорт бенгали. Но он более яркий, насыщенный в оранжевый. То же самое. Высокорослый. Это роза высокорослая. Это молодая еще роза, которая только второй год, поэтому она еще вот такая. Высокорослая это сколько в нашей России? Высокорослая, значит, Христофор Колумб может при хороших условиях своей жизни, да, это же тоже очень много зависит, где растет, как растет, как кормят, как ухаживают, в какой земле. Значит, если все складывается удачно, для розы имею в виду, для розовода в том числе, она может вырасти до метра двадцать. То есть, в общем, даже как бы под определение небольшого шрапа. Но это не шрап, это чайно-гибридная роза. Поэтому вот Пульман Орент Экспресс, Христофор Колумб, Блаш. Ну и не могу остановиться, видите, вот сейчас уже она начинает зацветать, потому что она отцвела уже. Это тоже сорт Мияна, не новый, который получил достаточно много наград. Это сорт называется Жорден де Богатель, то есть сады Богателя. Если кто-то хочет иметь у себя в саду чайно-гибридную белую розу, но чисто белого цвета у роз тоже нет, они немножко кремовые, то Жорден де Богатель, наверное, будет очень для них как бы уместен. Потому что очень хороший сорт. Значит, эта роза уже достаточно взрослая, ей пять лет. То есть, ну, как бы, так сказать, рост ее вы видите, больше она не подрастет. Но тоже очень крупные цветы, очень изысканные формы, хорошо набитые, плотный бутон. Вот, и, в общем, хорошо ведущая себя как бы роза. Вот, если как бы говорить вкратце, вкратце о устойчивых чайно-гибридных сортах роз Миян. Но это вовсе не значит, что розы Миян чайно-гибридные останавливаются, ограничены только этими тремя сортами. На самом деле их достаточно много, и Миян, я говорю, что хорошо работает на нашем рынке, стал достаточно популярен. И я считаю, что популярен, потому что признание, собственно, розы получают после чего? После того, как они оказываются в наших садах. Они у нас растут, показывают свое хорошее здоровье, хорошую, собственно, декоративность, хорошее перезимование и так далее. Поэтому Миян себе зарекомендовал хорошо. И я считаю, что из французских фирм, которые сейчас у нас представлены на рынке, достаточно много. Миян одна из устойчивых для нашей зоны фирм, которые поставляют нам вот такую продукцию. В частности, вот. Маме Игорьевна, спасибо большое за ваш рассказ. Да. Я думаю, что если вы позволите, во время второго цветения мы посетим ваш сад. Пожалуйста, пожалуйста. И вы расскажете о других мияновских розах, а, может быть, и о других вообще фирмах. И наши зрители, я думаю, что благодарны за этот небольшой, но емкий, хороший рассказ от Марины Егорны Марченко. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.